Доброе утро, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим новым финансовым годом, и поэтому поговорим о материальном. Наша отдельная глава Вайра. Почему Тора так много говорит о материальном? Почему в любой синагоге, когда вы придете, вы увидите какие-то прайсы, собирают средства? За вызов Торе, за Лию вызывают, платят деньги и так далее. Почему? Так рассуждают те, кто не задумывается над тем, как функционирует вот этот малый храм Божий. Наверное, они думают, что чудом. На самом деле, это все не так. На самом деле, для того, чтобы человек пришел, чтобы была свечка, чтобы было место, чтобы была уборка, нужны деньги. На все это нужны деньги. Это просто не видно стороны. Кажется, вот пришел, спустился с неба, встал, помолился и ушел. Нет, не так. Это должно функционировать. Более того, сейчас надо помогать еще и больше. Но это вопрос еще и достаточно глубокий. Написано в нашей недельной главе. Не послушались они Маше, потому что их дух был сломлен, а работа непосильна. Другими словами, если вы хотите изменить душевное состояние человека, помогите ему изменить условия его физического существования. Это наиболее из важных аспектов вообще, которые существуют. Еще Маймонит, представьте себе, обращал внимание на то, что есть такая книга «Путеводитель заблудших». По его мнению, у Тора есть две цели главных. Благополучие души и благополучие тела. Благополучие души – это такое внутреннее, духовное. Благополучие тела – это сильная экономика, и сильное общество, и верховенство права, и распределение правильного труда. Это рынки. Это то, о чем говорит Тора. Мы просто переделали это так, что не узнаешь. Наше тело процветает, когда все физические потребности удовлетворены. Но мы не можем делать это в одиночку. Поэтому нужно общество, нужно... Все это записано в Торе. Маймонит говорит, что духовные достижения еще важнее материальных. Но для начала нам надо обеспечить именно материальное. Потому что человек, страдающий от голода и жажды, просто ничего не может. Если вы хотите улучшить духовное состояние человека, сперва преобразите его физические условия. Бога можно найти и в этой жизни, не только в грядущей. Но для того, чтобы достичь духовных вершин, мы должны удовлетворять, к сожалению, свои материальные нужды. Да, может, и к счастью, не знаю. Хотя бы на каком-то уровне. Левицкий, как из Бердичева, очень тонко говорил. Не волнуйтесь о чьем-то состоянии души и о своих физических потребностях. Волнуйтесь о чьих-то физических нуждах и о своем состоянии души. Это очень правильный подход. Снижение уровня бедности, лечение болезней, законы, уважение прав человека. Это не менее важно, чем молитва, изучение Торы. Это написано в Торе. Это основа Торы. Несомненно, последнее изучение Торы выше. Но первое важнее. Люди не могут, слыша и Бога, когда дух их сломлен. Это написано в этой недельной главе. Еще нам надо понять, почему для Бога так важно, чтобы люди вообще выполняли его закон. Какая разница создателю Вселенной, соблюдает человек шаббат или там ест что-то, или там какие еще нарушения. Ответ очевидный. То, что мы делаем, вообще не влияет на него. То, что он требует от нас, это не влияет на него. Это влияет на нас. Так как Бог нас любит, Он хочет, чтобы мы поступали правильно. Подсказывает нам это в своих заповедях. И хочет, чтобы мы добились результата. Единственная причина, по которой Бог дает нам законы, это то, что мы ему не безразличны. Понимаете, какой потрясающий вывод мы можем сделать из того, о чем мы говорили. Человек должен идти к духовности еще и сам. Двигаться в ней каждый день, выдавливая из себя вот эту материю по капле. Фараона по капле. Расскажу короткую вещь. Однажды нищий, побирающийся по домам, купил лотерейный билет. И случилось чудо. Он выиграл номер один приз, громадную сумму, стал обладателем невероятной суммы, переговорил со знающими людьми и решил построить большой жилой район. Построил он такой район, начал строить, но все дома не выше двух этажей. На вопрос, почему не больше двух, он сказал очень просто, этот новоиспеченный миллиардер. Когда я буду ходить собирать милостыню, а это была его основная профессия, не надо себя утруждать чересчур. Я уже пожилой, подниматься по этажам, я не молодой, не выше второго. То есть человек вышел из рабства, а вот рабство осталось глубоко в нем. Перед нами шаббат. Шаббат милархим, в который мы благословляем Новый месяц. Надо выделять шаббат. Нельзя сказать, что... Вообще надо понять, что как бы человек далеко не ушел от веры отцов. Даже если хоть одна митсва есть, ничего нету, да? Но если одно, 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 шаббат иногда хотя бы выделяет из серых будней, пусть формально, пусть как-то, да, то вот эта вывеска шаббат не исчезает. Когда полностью игнорируется шаббат, ну, одним евреям на земле становится меньше. Надо запомнить еще одну вещь. В Кабале написано, что гнев в шаббат это страшный грех. Поэтому сегодня надо... Вот уже в течение сегодняшнего дня, как только хочешь что-то сказать, как только хочешь нервное, прикуси язычок. Перед тем, как ты... Написали, слушайте, выдающиеся мудрецы не писали нам, как уходить в небо. Они написали следующее. Перед тем, как ты заходишь в дом в любой день, особенно перед шаббатом, присядь на пять минут на какой-нибудь скамейке. Вздохни, отдохни. Не входи в дом раздраженным, недовольным, с критикой, упреками и прочими средствами воспитания. Войди в дом с улыбкой. Это поменяет твой дом и твой шаббат. А вообще Рава Салантера спросили, а как лучше всего подготовиться к шаббату? У меня вот, например, жена, говорит, все время не успевает так муторочно. Она говорит, возьми самую лучшую помощь в шаббату и помоги жене. Помоги. В этот день надо высказывать особое уважение жене, потому что является она основой дома. Шаббат, шалом, хорошего финансового Нового года. Я вас всех люблю. Удачи.